Добрый день, уважаемые партнеры. Начинаем наш вебинар и сейчас традиционно проверяем качество связи. Пожалуйста, в общем чате напишите, как вы меня слышите, если слышите. Вот у нас бывают иногда неполадки по вине фирмбук. Пожалуйста, напишите мне, если вы не слышите. Отлично, связь у нас есть. Есть наш вебинар, посвященный новинке, который появился 2 апреля в открытой продаже в компании Ньюскен. Это новый продукт под брендом Форманекс. И сегодня мы будем говорить о нем, о том, как его применять, из чего он состоит, и вообще кому, зачем он нужен. Ну, скажем, новинка – это долгожданная. Она появилась у нас после почти года ожидания, но в течение этого года в компании была возможность приобрести во время ограниченного предложения этот продукт и попробовать. Многие лидеры воспользовались этой ситуацией, приобрели наборы R2 и испытали его преимущество на себе. О том, как работает продукт, о том, какие отзывы по этому продукту, вы можете почитать в нашем новом выпуске корпоративного журнала «Импульс». Ну, и сегодня мы об этом тоже поговорим. Итак, новый продукт, который дает вам новые возможности. Возможности здесь скрыто огромные. Дело в том, что работать с продуктом интересно и выгодно тогда, когда он нужен. А очищение и перезарядка – это то, что нужно абсолютному большинству работающих людей, работающих, зарабатывающих, имеющих детей, семью, вынужденных тратить не только средства на своих близких, но и искать время для того, чтобы провести с ними его, возможность пообщаться, душевные, моральные, физические силы. Ну, на самом деле, почему я об этом говорю? Дело в том, что, согласно последним исследованиям, 32% людей одного трудоспособного возраста страдают синдромом хронической усталости. В принципе, это очень распространенный синдром, потому что, если я буду называть его симптомы, то буквально каждый из тех, кто меня слушает, найдет их у себя. Например, это ситуация, когда вам трудно по утрам просыпаться и заставить себя встать с постели. Когда ночью или вечером вы ложитесь спать и чувствуете, что очень трудно заснуть, какие-то мысли все время приходят в голову, из-за усталости и депрессии вы не можете успокоиться и впасть в сон. Допустим, это нарушение аппетита. Кто-то заедает стрессы дома у холодильника, кто-то, наоборот, есть не хочет и буквально каждый кусочек впихивает в себя. Также синдром хронической усталости может характеризоваться вялостью, слабостью, недостатком сил, ухудшением памяти, вниманием. Также синдром хронической усталости проявляется, кстати, у многих мужчин в виде нарушения эрекции сексуальной дисфункции. И вот почему, кстати, не только продукты для детоксикации организма, но и средства растительные или, скажем так, лекарственные средства для повышения сексуальных возможностей на нашем рынке пользуются огромным спросом. На самом деле, я думаю, что для большинства людей не секрет, что сексуальная дисфункция – это тоже, скажем, следствие каких-то стрессовых состояний на уровне нервной системы. А таким стрессом является загрязнение нашего организма шлаками и токсинами, побочными продуктами жизнедеятельности. Вот почему большинство людей рано или поздно приходит к решению почистить организм, попить какой-то натуральный продукт, который поможет вывести шлаки и токсины и улучшить самочувствие, память, повысить энергию и так далее. Продукт, который мы представляем на рынке, который называется «Р-квадрат», направлен как раз на эту задачу. «Р-квадрат» официально зарегистрирован. В Российской Федерации, вы видите, два свидетельства о регистрации на продукт «Р-квадрат день» и «Р-квадрат ночь». В Украине препарат зарегистрирован одним салитарно-эпидемиологическим заключением. Оба продукта внесены, скажем, в список разрешенных к реализации на территории Украины. Дополнительным преимуществом является то, что «Р-квадрат» уже на этапе регистрации был внесен в Российский реестр лекарственных средств РЛС-справочник. В 2013 году в справочнике РЛС этот продукт присутствует, тем самым демонстрируя то, что он признан сообществом, признан институтом питания, признан ведущими специалистами в области медицины. Но стоит отметить, что наш продукт зарегистрирован и во многих-многих-многих других странах мира. Не только в Европе, но и в Азии, в Юго-Восточной Азии, ну и, конечно же, в США и Южной Америке. Информация по цене и реализации. «Р-квадрат» доступен к заказу в количестве от одной упаковки. Это означает, что вы можете искать одну-две, сколько вам угодно упаковок. Стоимость от заказа в рублях 3975 рублей, в гривнах – 1011 гривен. В автозаказе цена, естественно, ниже – 3776 рублей и 960 гривен в Украине. Но сегодня мы с вами все-таки будем говорить больше о том, как работает продукт и о его составе. Задача продукта «Эйджлок Р-квадрат» – она двойная. И, собственно, сам продукт представляет собой набор двух биологически активных комплексов – «Р-квадрат-день» и «Р-квадрат-ночь». «Р-квадрат-день» повышает уровень энергии в клетках днем, ну тогда, когда она особенно нужна. «Р-квадрат-ночь» помогает организму очищаться на клеточном уровне, тогда, когда процесс восстановления происходит наиболее активно. Почему именно такое деление задач у нашего препарата? Дело в том, что очищение клеток и уровень энергии – это два взаимосвязанных процесса. Если у вас в организме много энергии синтезируется, то и клетки очищаются адекватно. И вы чувствуете легкость, свежесть и хорошее самочувствие. Если у вас уровень энергии снижается в организме, то и очищение клеток замедляется. Почему так происходит? Давайте обратимся к биологии. Дело в том, что энергия синтезируется в наших клетках из глюкозы, которая содержится в той пище, которую мы с вами едим. Глюкоза как бы сжигается в специальных клеточных структурах, которые называются митохондриями. Вот такие овальные структуры в цитоплазме клетки. В митохондриях происходит реакция окисления. С помощью кислорода, который мы вдыхаем вместе с воздухом, глюкоза окисляется с выделением энергии. И энергия запасается в виде аденозин-трифосфорной кислоты – АТФ. АТФ – это топливо для всех процессов, происходящих в нашем теле. Но вы, конечно же, обращали внимание, любовались когда-либо пламенем костра или в камине огнем, когда горят дрова. И, конечно же, знаете, что после того, когда дрова сгорят, выделится не только энергия, но и останутся шлаки и токсины в виде золы. И чтобы печь в дальнейшем функционировала нормально, нам придется приложить силы для того, чтобы эту золу выгрызти оттуда, выкинуть из печки, почистить ее. И тогда она снова готова к использованию. В клетках то же самое. Глюкоза, когда она сжигается с использованием кислорода, она сжигается, но после нее остаются какие-то побочные вещества, шлаки, токсины, которые накапливаются внутри клетки. И наша клетка вынуждена тратить часть синтезируемой энергии для того, чтобы вывести токсины изнутри себя наружу. Но поскольку токсинам для этого необходимо преодолеть сопротивление клеточной стенки, то процесс этот достаточно энергоемкий. Потому что в клетке приходится работать особым ферментом, который выносит на себе шлаки и токсины из внутриклеточной среды во внеклеточную. Но если у нас с возрастом снижается синтез энергии, то и сил на очищение клетки становится все меньше и меньше. Вы можете мне возразить, но если синтезируется меньше энергии, значит и токсинов меньше образуется. Возможно, но давайте не будем забывать, что токсины в избытке поступают из окружающей среды. Большинство из нас живет, скажем так, в негативных факторах окружающей среды, где есть вывросы вредных производств, выхлопные газы автомобилей. Многие курят, кто-то дышит табачным дымом, являясь пассивным курильщиком. Кто-то злоупотребляет жареной, копченой пищей, ну и в принципе пищей, содержащей какие-то консерванты и другие добавки. Поэтому вы сами понимаете, что токсинов в нашем организме и так копится достаточно много. И если в нашем организме не хватает уборки, то есть не хватает энергии, то не хватает уборки. Потому что энергии нет, токсинов много. Токсины копятся, копятся и зашлаковывают клетки. В результате мы с вами теряем ощущение молодости. Конечно, вы мне тоже можете сказать, что ощущение молодости – это что-то непонятное. Но я много раз проводил такой эксперимент. На своих тренингах я просил людей в нескольких словах описать, что для них старение. И старение люди как раз таки описывают в первую очередь не количеством морщин на лице, а именно снижением сил, ощущением усталости, нарушением памяти, какой-то постоянной депрессией, тоски. Вот это вот в основном люди имеют в виду, когда говорят, ну все, я постарел. Именно поэтому мы с вами должны помогать нашему организму очищать наши клетки. Потому что загрязненные клетки приводят к тем симптомам, которые я уже перечислил. Кроме того, это может привести и к нарушениям функций клеток и различным заболеваниям. Вот почему R-квадрат разделен на ночной комплекс, необходимый для клеточного очищения, и дневной комплекс, необходимый для повышения синтеза энергии. С возрастом уровень энергии снижается, и это нужно компенсировать. Когда вы принимаете R-квадрат, конечно же не сразу. Организму нужно дать возможность подстроиться под новую диету, включить те механизмы, которые будут усваивать полезные компоненты R-квадрата. Но спустя несколько недель после начала его приема, вы действительно начинаете ощущать более молодые жизненные силы. Вы действительно начинаете ощущать легкое, свежесть, повышение силы выносливости, улучшение памяти, способность легче концентрироваться. Ну и так далее. Продолжение следует... Хорошо вам известно. Давайте начнем все-таки с кредицепса. Дело в том, что гриб кредицепс разновидности Синенсис CS4 используется только лишь в нашей компании, в частности Форманекс, для того, чтобы создавать биологически активные комплексы. CS4 это патентованная разновидность, наиболее изученная и наиболее безопасная. Кроме того, по своим качествам она максимально приближена к свойствам именно дикого гриба кредицепс, очень редко встречающегося в горах Тибета. Дело в том, что в связи с тем, что у этого гриба очень сложный жизненный цикл, часть которой проходит на теле гусеницы, из которой потом, как сказать, вылупливается, что ли, появляется прекрасная бабочка. Но и этот гриб всегда был, скажем, императорским грибом, и только члены императорской семьи имели право его принимать в пищу. Но именно поэтому, кстати, и считается, что у китайских императоров была такая огромная плодовитость. Кредицепс – немаловажный фактор стимуляции сексуальной активности у мужчин. По самом деле, эффект кредицепса, конечно же, опосредован за счет его способности повышать усвоение кислорода клетками. Соответственно, если больше кислорода, доставленного клетки, будет вовлечено в реакцию окисления, соответственно, больше глюкозы будет окислено, больше энергии выделится. Поэтому еще одним преимуществом кредицепса является то, что он повышает синтез энергии, самостоятельность синтез энергии в клетках. И, кроме того, способствует снижению массы тела, при избыточном, ну, скажем, способствует использованию избыточного уровня глюкозы в организме. Грипп обладает общеукрепляющим действием. Ну, и стоит отметить, что ЦС-4 – это единственный кредицепс, несенный в реестр лекарственных средств Российской Федерации. То есть наш кредицепс – форманекс – это единственный признанный официальной медициной. Женьшень. Ну, Женьшень, в общем-то, всем знают как общеукрепляющий продукт, обладающий стимулирующим вегетативную нервную систему действия. Но последние исследования доказали, что не так уж Женьшень не стимулирует. Скорее, он помогает правильному сбалансированному функционированию вегетативной нервной системы. То есть тонизирует ее. Небольшое количество Женьшень у нас добавлено в состав этого микс растений. Как правило, даже люди, которые страдают гипертонической болезнью, принимая их квадрат в день, если их гипертоническая болезнь компенсирована приемом какого-то препарата, снижающего давление, как правило, они себя очень хорошо чувствуют. Ну, стоит еще отметить, что здесь, конечно же, есть и общеукрепляющие адаптогенные действия самого Женьшеня. В нашем патентованном миксе растений Р2ДЖеньшень выполняет также функцию воздействия на определенные группы генов молодости, отвечающих за симпатс-энергию. И еще один экстракт подобного действия – гранат. Он также формирует особую среду, благоприятную для функционирования генов молодости в клетках, синтезирующих энергию. Ну, и стоит отметить еще, что гранат – это источник очень хороших антиоксидантов полифенола, что способствует повышению защитных сил организма, благотворно влияет, повышая продолжительность жизни организма, но и защищая его от свободных радикалов. Препарат Р2ДЖень мы с вами будем принимать в первой половине дня. А на ночь, во время последнего приема пищи, мы с вами примем две капсулы препарата Эйджлок Р2НОЧ. Это четырехкомпонентный препарат. В его составе брокколи, экстракт брокколи, экстракт косточек винограда, экстракт красного апельсина и селена. Давайте также пройдемся по ингредиентам. Ключевым ингредиентом в Р2НОЧ является экстракт семян брокколи. Прошу не путать этот препарат с препаратом эстера, потому что в эстере основные компоненты – это соевые фитоэстерогены и эндолтрикарбинол, полученные из побегов брокколи. Здесь же у нас с вами экстракт семян брокколи. Вот экстракт семян брокколи – это совсем другая часть. Вы сами понимаете, растение, и этот экстракт богат веществом сульфорафана. Веществом, которое как раз-таки повышает активность и функционирование генов, отвечающих за детоксикацию клетки. Кроме того, доказано, что подобный экстракт способствует восстановлению повреждений клетки, которые та получает в результате действия свободных радикалов, вирусов и каких-то других факторов негативных окружающей среды. Очень популярный фармонекс экстракт – это косточки винограда. Ценный источник биофлавоноидов. Кстати, считается, что срединаморская диета и обладает таким великолепным свойством влиять на продолжительность жизни, удлиняя ее за счет биофлавоноидов виноградных косточек. Например, конечно же, классическая срединаморская диета включает в себя красное сухое вино. Но именно поэтому сейчас этот продукт так популярен. Я имею в виду не вино, конечно, хотя и оно популярно, а именно экстракт косточек винограда. Наши ученые стараются добавлять его во все возможные формулы, потому что противопоказаний никаких, а польза несомненная. Кроме того, доказано, что экстракт косточек винограда активирует глутационный редуктазу, фермент, который выводит токсины из клетки. То есть активность этого фермента повышается. А тем более, что у клетки становится больше энергии, поэтому, скажем, этому ферменту есть на чем работать, на энергии, на которой он будет работать. Ну и, кроме того, доказано мягкое противовоспалительное действие экстракта косточек винограда, что тоже очень важно для многих людей, например, страдающих каким-то хроническим воспалительным заболеванием, заболеваниями суставов и так далее. То есть тоже такой продукт может благотворно влиять в составе диеты. Экстракт красного апельсина, произрастающего на гулканических почвах. Благодаря, скажем, такой специфике произрастания, этот экстракт очень насыщен веществами, антиоксидантами, ну и к тому же веществами, тонизирующими клетку, способствующими ее детоксикациям, повышающим иммунитет организма. И очень ценный компонент – селен. Более 98% населения Российской Федерации и Украины страдают дефицитом селенов в своем рационе. А селен – это обязательный институт. А также селен необходим для работы щитовидной железы. Кроме того, селен благотворно влияет на детоксикацию клетки. Итак, мы с вами прошли по двум нашим продуктам, входящим в состав комплекса R2, AgeLog R2 – это R2 ночь и R2 день. Как применять? R2 ночь мы применяем две капсулы вечером во время последнего приема пищи. Ну и здесь какая особенность? То есть, если вы едите последний раз 6 часов вечера, вы пусть во время этого приема пищи и будут приняты эти две капсулы. А дневной препарат можно принять 6 капсул утром во время завтрака, ну или, например, 3 капсул утром и 3 капсул на обед. Такое тоже допустимо и, в принципе, неплохо. Главное – соблюдать рекомендованную дозировку. По поводу противопоказаний. Вот я уже поступил вопрос, и я их обязательно проговорю. Дело в том, что в различных странах мира противопоказания разнятся. Скажем так, в большинстве, в абсолютном большинстве, скажем, в 50-ти, ну, сейчас еще не все страны, где есть несколький зарегистрированный R2-р2, но около, ну, большое количество стран. Скажем, противопоказания для R2-день есть только в России на сегодняшний день, которые звучат следующим образом. Индивидуальная неприносимость, беременность, кормление грудью и артериальная гипертензия, нарушение сердечного ритма и бессонница. Скажем, это из-за наличия женщины в составе. Но у нас в России такие правила регистрации, которые, в общем-то, согласны им, не важно, какое количество женщин, главное, что если он там есть, то такие противопоказания, значит, и будут выноситься. Но могу продемонстрировать, что для Украины таких противопоказаний нет. То есть, если вы живете в Российской Федерации, то для вас противопоказания, это те, что я сказал. Если вы живете в Украине, то для вас противопоказания для R2-день это только индивидуальная непереносимость, беременность и кормление грудью. Для ночного препарата H2-день противопоказания общие для всех стран. Индивидуальная непереносимость, то есть, если у вас есть какой-то аллерген, какой-то из ингредиентов, беременность и кормление грудью. Но, скажем так, что беременность и кормление грудью, И понятно, что никакого вреда не будет, если женщина, которая принимала Р-квадрат, вдруг узнает, что она беременна уже там, допустим, целый месяц или полтора. То есть, просто женщина перестает принимать Р-квадрат и возвращается к нему тогда, когда она родит ребеночка, покормит его грудью, ну и уже спокойно может дальше продолжать заниматься своей диетой. Р-квадрат специально разработан для того, чтобы очищать организм и заряжать его энергией. Особенность действия Р-квадрата заключается в том, что это первый продукт, который способствует детоксикации внутри клеточной среды. Дело в том, что большинство препаратов, направленных на очищение, особенно растительных препаратов, относятся либо к мочегонным, либо к желчегонным, либо к слабительным средствам. Но все эти вещества, которые мы могли купить раньше, они как бы помогают очистить именно вне клеточную среду, полостики нашего организма. Но как помочь клетке именно вынести побольше токсинов изнутри себя наружу? Только на уровне работы наших генов, генов молодости. И именно поэтому Эйджлок Р-квадрат это первый продукт, направленный на детоксикацию клетки. Это, скажем, наше уникальное преимущество. И Р-квадрат-день, например, в составе Р-квадрата, это первый продукт, который повышает синтез энергии. Не за счет того, что мы возбуждаем нервную систему, а, скажем, за счет того, что сжигается больше глюкоза, больше глюкоза окисляется кислородом. Соответственно, выделяется больше естественной своей натуральной энергии, которую вы можете расходовать не только на детоксикацию, она и так будет расходоваться на детоксикацию, а на активную, насыщенную, полную впечатлению и ярких эмоций жизни. Р-квадрат рекомендуется принимать регулярно. Результат хороший, вы увидите спустя 2-3 месяца приема, скажем, не раньше, чем через 2-3 месяца. И, скажем, полный эффект разойдется где-то к концу 5-го месяца приема этого комплекса, поэтому запасайтесь препаратом сразу же. Не одну покупку покупайте, а побольше. В дополнение к Р-квадрату мы рекомендуем принимать LifePak Plus. Витаминно-минерально-растительный комплекс, снабжающий наш организм витаминами, необходимыми минералами в хилатированной форме и растительными антиоксидантами. В очищенную клетку попадет больше витаминов, они с большей эффективностью будут усваиваться и расходоваться. Очищенная клетка будет лучше защищена от старения, если вы принимаете LifePak Plus. Поэтому такая комбинация рекомендуется нами для постоянного применения. Если у вас есть вопросы по продукции и не только по Р-квадрату, вы можете прислать их на адрес, который сейчас перед вами. Так, а сейчас я прошу вас перейти в общий чат. Там у нас с вами уже есть интересные вопросы. Вот вопрос, уже разве БАДы могут входить в регистры лекарственных средств? Ну вот, скажем, на сегодняшний день справочник РЛС – это такая комбинация, где есть и лекарственные средства классические, где есть и витамины, минеральные, растительные комплексы, которые относятся к биологически активным добавкам. Но стоит отметить, что на сегодняшний день есть такая кратегия на государственном уровне, когда основные витаминные препараты будут приводиться в разряд именно биологически активных добавок. То есть на сегодняшний день это абсолютно нормально. Но, конечно, не каждый продукт попадает, а не тот, который получил одобрение от соответствующего спорочника РЛС. Вопрос по другому продукту Мюскин Биогинка. Написано, что ингредиенты были обработаны организирующим облучением. Но, скажем, я не могу вам ответить по поводу препарата Биогинка, который нет ни на русском, ни на украинском рынке. Очевидно, что компания не использует никаких технологий, которые могут повредить организму человека. Но, скажем, справедливости ради могу сказать, что ионизирующее облучение, это тот же, например, ультрафиолет, который в больнице, палаты облучают. То есть, если вы заходите, например, в палату, произнофицированную с помощью ионизирующего облучения, это никак, никоим образом вам не вредит, только помогает. Из адресов что-то нам написали. При варикозном заболевании вен. Непонятно, что хотели узнать. Ну, при варикозном заболевании вен рекомендовано обращение к хирургам. Исследование его назначения. Так, больше у нас с вами вопросов пока нет. Ну, что же, это и неплохо. Значит, все мы с вами сегодня разобрали, все достаточно понятно. О, хороший вопрос о том, где разве возможно столько сразу проглотить продуктов утром? Возможно, люди пьют, проглатывают. Дело в том, что воспринимайте нашу продукцию не как таблетки и капсулы, а как продукты питания. Причем именно те вещества, которых не хватает в вашем рационе. Если вам сложно принимать, вы не пейте все сразу, вот, скажем, целый год. Дело в том, что во время еды это понятие растяжимое. Вы можете, например, когда вы начали кушать, допустим, парочку таблеток лайфпака, закончили кушать, там, ближе к окончании, да, еще две таблеточки есть. Потом, спустя 10 минут, еще что-то выпить. То есть, самое важное, вы можете, вы должны принимать биологически активные комплексы тогда, когда у вас в желудке есть еда. Ну, в течение получаса после того, как вы поели, а на 100% у вас в желудке еще есть. Поэтому препараты прекрасно усвоятся. То есть, просто во время еды, либо в течение получаса после того, как вы поели, вы можете в несколько подходов выпить нашу продукту. Ну, по крайней мере, я именно так и делаю. Вопрос, где можно найти эту презентацию? Завтра в рассылке вы получите ссылку на просмотр этого вебинара. Кроме того, презентация была в общей рассылке по дистрибьюторам компании на тот адрес, который вы указывали при регистрации на прошлой неделе. Можно ли высыпать из капсул в ложку и запить? Да можно, конечно, без проблем. Дело в том, что если вам так легче, вы можете действительно капсулу вскрывать или добавлять в еду. Ольга задает очень хороший вопрос, что витамины и биологически активные комплексы нельзя взбивать чаем и кофе. Что можете сказать? Могу сказать, Ольга, что вы абсолютно правы. Особенно не рекомендуется запивать именно крепким чаем, особенно зеленым чаем свежезаваренным, потому что дубильные вещества, которые содержатся в свежезаваренном зеленом чае, ну, их несколько меньше в черном чае, конечно же, они снижают усваиваемость, способность кишечника всасывать, скажем, витамины и биологически активные вещества. Поэтому вы абсолютно правы, лучше запивать именно водой, ну, или, по крайней мере, чай, который вы пьете, должен быть совсем-совсем не крепким. Можно соками запивать, кстати. Также старайтесь не запивать вообще витамины газированной водой, это тоже снижает их всасывальность. Скажем, мешает их работе. Ольга продолжает эту интересную тему. Мы едим, пьем чай, потом пьем витамины и пьем воду. Вы ешьте, пейте витамины, пейте воду. Тут как бы вопрос такой, что чай можно попить и чуть позже, и там, в течение дня. Но все-таки принципы рационального питания, они всегда совпадают с нашими предпочтениями в той или иной еде. Ну, просто стандартный, который всегда задают на всех наших тренингах, можно ли давать наши препараты ребенку, да к тому же еще 1,6 месяца. Дело в том, что вся продукция Нью-Скин зарегистрирована для взрослых людей. Надеюсь, что больше продолжать здесь смысла нет. Так как мы компания официальная, работающая, мы, компания, следит за правильностью исполнения всех, скажем, предписаний, которые были выданы нам при регистрации препарата. Мы не имеем права рекомендовать прием наших биологически активных комплексов вне официальных рекомендаций. Или давать рекомендации, которые не соответствуют официальному. Окей, ну что же, на сегодня у нас с вами это все. Завтра в 15.00 у нас вебинар по косметическим сериям Нью-Скин. Буду рад видеть вас завтра на вебинаре. Присоединяйтесь, так же он будет записываться, и ссылочка будет разослана. Адрес другой. Посмотрите, пожалуйста, в расписании вебинаров и тренингов, что на 10.00 число ссылочка другая на вебинар. Заходите через расписание. Расписание вы получаете регулярно в начале месяца в рассылке общей. Если вы не получаете рассылку от компании, пожалуйста, созвонитесь с менеджером компании по горячей линии, сообщите о том, что вы не получаете рассылку и хотели бы ее получать. И в результате вы сможете ее получать, конечно же, регулярно. В том случае, если у вас российская регистрация. Если вы зарегистрированы на российском рынке, вот Ольга, например, судя по всему, получает голландскую рассылку, возможно, у нее номер голландский. Соответственно, вы, опять же, можете позвонить в Россию на горячую линию и попросить на ваш адрес выслать разу, выслать расписание. Но вам придется делать это в начале каждого месяца. Продолжение следует... Продолжение следует...